Здравствуйте друзья мои, продолжаем осваивать iPad, небольшой обзор калькулятора. Калькулятор, вот он калькулятор, это начальная страница калькулятора. В двух словах, что это такое. Обзор показывает, можно либо рукой, либо пальцем, либо специальной палочкой вводить и рисовать. Можно зачеркивать. Вместо неизвестного можно ставить вопрос, и он вычисляет неизвестное. Если большой пример, то можно отключать вычисления, а потом самостоятельно нажимать вычисления. А здесь перечислены все функции, которые поддерживает этот калькулятор. Так, перейдем к настройке, еще зайдем. Значит, есть здесь автоматическое вычисление. Можно его включить и выключить. Если оно включено, то, соответственно, он самостоятельно вычисляет. Если выключено, то по специальному нажатию. Для левой руки есть настройки. Знаков после запятой сколько должно быть. Вот так давайте посмотрим, как это все выглядит. Вот, к примеру, два плюс два. Нажимаем вычислить, вычисляет. Чтобы очистить экран, нажимаете корзина в правом верхнем углу. Давайте со скобками сделаем вычислить. Вот так он вычисляет. Если, например, убрать эти скобки, получится другой ответ. Так же он вычисляет корень. Вот так вот. Деление тоже можно сделать. Давайте включим автоматическое вычисление. Вот так вот. Такой интересный калькулятор. Он скачивается через AppStore. Называется он MyScript калькулятор. Вот. Конечно, к нему может быть двоякое отношение. Это же она моя говорила, лучше столбиком все это вычислять. На бумаге. Ну, такой есть калькулятор интересный. Если видео понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем счастливо. Пока. Пока. Пока.